В Большом зале Рязанской городской думы состоялась первая встреча с общественностью по обсуждению планов реконструкции улицы Почтовой. Один из инициаторов проекта депутат облдумы Михаил Крылов отметил, что в результате Рязанский Арбат должен стать не просто пешеходной зоной, но и визитной карточкой Рязани. Самый лучший, наверное, и самый уже опробованный во всем мире вариант – это пешеходная зона, которая превращается в такой интерактив. Планируется здесь разместить художников, музыкантов, здесь будут выступать театралы, здесь будут проводиться разные мастер-классы, ну, например, по гончарному мастерству и так далее, и так далее. Уже с творческими людьми ведутся переговоры, все очень радужно воспринимают это, потому что творческих людей в Рязани очень много, им необходимо дать возможность высказаться. По словам начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Рязани Натальи Харибутовой, за основу нынешнего плана обустройства пешеходной зоны взята концепция еще советских времен. В апреле 2014 года разработан новый современный проект благоустройства почтовой. Что предусматривается данным проектом? Это покрытие плиточное, новая качественная плитка, светлых тонов, которая будет гармонировать с цветовыми решениями фасадов улицы Почтовой, причем по обеим сторонам. Поэтому эта плитка выкладывалась на улицы Почтовой, рассматривалась при различном освещении с целью создать наиболее органичную, гармоничную среду, потому что улицы – это не только то покрытие, по которому мы ходим. Улица – это прежде всего сочетание фасадов домов, это мощение и это освещение. Надо добавить, что все работы будут финансироваться за счет привлеченных внебюджетных средств. Мы приняли решение о том, что все-таки в 2014 году, в весенний-летний период, до дня города, мы постараемся к области привести в порядок за счет внебюджетных источников. И, как вы сами видите, работы на улице уже начались, и первое финансирование уже пошло за счет внебюджетных источников финансирования. То есть привлекаются исключительно частные средства. Также на улице Почтовой вскоре должны появиться места, где горожане смогут не только отдохнуть, но и повысить свой культурный уровень. Уже сейчас в планах открытия здесь нескольких музеев. Продолжение следует... Продолжение следует...